Вчера в Большом зале администрации района состоялось второе заседание депутатов Совета Третьего Созова. В работе заседания также приняли участие главы сельских поселений, руководители муниципальных предприятий и учреждений района. Более подробно о прошедшей сессии в материалах нашего корреспондента. На повестку дня был вынесен широкий круг вопросов, касающихся важнейших сторон жизни района и перспектив дальнейшего развития. Из 13 вопросов, рассмотренных в ходе заседания, в первую очередь обсудили реализацию посланий президента республики в нашем районе. Хотелось бы обозначить ряд основных задач, озвученных президентом, достижения, которые должны быть приоритетны для проекта на муниципальном уровне в ближайшее время. Также депутаты рассмотрели вопрос социально-экономического развития района до 2015 года. Внесли соответствующие изменения в ранее принятые решения. Одним из основных вопросов заседания стало утверждение бюджета района на будущий 2013 год. Здесь прогнозируется на 13 год в объеме 12 миллионов рублей, и это увеличение по уровню 12 года на 25 процентов, и на последующие 14-15 года тоже на уровне 12 миллионов рублей, но чуть-чуть, просто на 20 процентов. Основные доходы от передачи в аренду земельных участков, в этой части, 98 процентов остальных, а также имущества и остальные участки. В конце заседания представитель совета ознакомил всех собравшихся с результатами деятельности и подвел итоги работы депутатского корпуса района. Мы за короткое время провели практически два заседания совета, на которые были такие актуальные, жизневажные вопросы рассмотрены для района. Я думаю, все-таки рассмотреть бюджет района, принять его и реализацию его, этого бюджета. Депутаты проводили прием граждан, как председатель совета я тоже проводил встречу с избирателями. Обращаются граждане, у многих это жизневажные вопросы, люди обращаются, мы стараемся, конечно, принять. Но я желаю совету как можно активнее депутатам включаться в работу и решать вопросы. Прошедшее заседание совета района стало последним в уходящем году. В результате плодотворной работы по всем вопросам, поставленным на повестку дня, депутаты приняли соответствующее решение. Вчера в молодежно-подростковом клубе «Нур» прошла новогодняя елка для детей с ограниченными физическими возможностями. На красочном представлении побывала и наша съемочная группа. Традиционно в нашем районе в преддверии Нового года прошел красочный карнавал, на который были приглашены дети-инвалиды и их родители. Дети-инвалиды постоянно нуждаются в заботе, помощи и поддержке не только со стороны родителей. Местная администрация и общество инвалидов района в течение всего года не оставляет без внимания проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов. Добрый день, уважаемые друзья, гости, дети, родители, приглашенные. Разрешите мне от имени главы администрации муниципального района Хабьевского района Иврагимова района Газмурадовича и от себя лично, горячо и сердечно поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам в первую очередь здоровья, семейного счастья, неистекаемой энергии и жизненного активизма. В районе проводится много мероприятий по развитию детского движения, различные конкурсы. Хотелось бы пожелать, чтобы в наступающем Новом году вы активно приняли в них участие, не останавливались только на районном уровне, участвовали также на республиканском уровне, как в нынешнем году, и затем на российский уровне выходили. С Новым годом вас спасибо! Красочное представление со сказочными персонажами, концертные номера воспитанников молодежно-подросткового клуба и появление Деда Мороза с подарками никого не оставили вовнодушными. Всегда нас в течение года постоянно приглашают на все праздники, никогда нас не забывают, всегда дарят нам подарки хорошие. И вот этот праздник, даже на Новый год, мы уже ждем уже давно, даже в сентябре месяце. А там же сказали, что будет дочка, которая там сказала, что будет наряжаться. Вот она сегодня, наверное, снарядилась принцессой. Конечно, мы еще до конца сегодня не оделись. А так вот всем организаторам огромное-огромное спасибо. Полным радости и настоящим воплощением новогоднего чуда стал прошедший праздник. Отличные настроения и заряд позитива на целый год вперед получили как дети, так и их родители. Искандал Габасов, Айнова Ахметов, Служба новостей. В продолжение новогодней темы. Подарки главы администрации района получили многодетные семьи, где воспитываются четверо детей. А семьи, воспитывающих пятерых и более детей, переданы новогодней подаркой президента республики. Совет ветеранов войны и труда сегодня в здании ПУ-110 организовали праздничные мероприятия и поздравили с наступающими праздниками участников Великой Отечественной войны, дружинников тыла, ветеранов труда. По сообщению информационного аналитического сектора администрации района, 31 декабря в 7 часов вечера у главной елки будет организован бал Маскарад, где запланировано проведение игры и концерта. После встречи Нового года народные гуляния продолжатся там же с двух часов. Все гостей праздника ждет традиционный новогодний фейерверк. Оформив подписку на районную газету, вы можете стать обладателем путевки на два лица в санаторий Як-Текуль. Такие заголовки можно было увидеть практически в любом выпуске любимой нами газеты. И вот, наконец, сегодня состоялся долгожданный розыгрыш, на котором побывала и наша съемочная группа. Большое количество людей собралось сегодня в здании редакции в надежде победить розыгрыши. Без сомнений, все участники хотели стать счастливыми обладателями путевки в санаторий. Впервые в истории, можно сказать, районной газеты мы решили выставить в качестве приза путевку в санаторий Як-Текуль. Порадовать своих читателей таким крупным призом. Спасибо, конечно же, спонсорам нашим, этого руководства санатория Як-Текуль. Но будем очень рады, если выигравшие наши читатели, наши хайблюнцы с удовольствием отдохнут в этом санатории и будут благодарить нашу районную газету. В общей сложности более тысячи подписчиков изъявили желание участвовать в розыгрыше. А счастливыми обладателями путевок в санаторий Як-Текуль стали Олеся Элимбетова из Акьява. Она подписалась на газету «Хайблюнский вестник». И читатель газеты «Хайбуллах Абердаве» Мават Турамтаев из села Бегускав. Постоянно читаем. Я считаю, уже пятый год сижу в декретном, четвертый год, с первого на второго ребенка. И никуда не выхожу, хоть новости узнаю, у кого там день рождения, какие события в районе происходят. Давно подписываемся на розыгрыш. Каждый раз не получалось, думаю, квитанцию отнесу, отнесу. Вот так и не получалось в этот раз. Думаю, может, путевку выиграем. Так еще пошутила мужа. Вот, действительно выиграли. Аж не верится. Ежегодно в ходе подписной кампании районная газета проводит различные акции и розыгрыши ценных призов. Это уже стало доброй традицией. Мы, творческий коллектив, каждый раз думаем, что бы необычно сделать, что бы необычно придумать. Поэтому благодарим всех наших читателей за подписку, за сотрудничество. Будем в будущем вместе. Желаем всем нашим читателям. Прежде всего, здоровья. Конечно же, здоровья. Чтобы в семье все было хорошо. Семейного благополучия, тепла, уюта. Всем доброты. Благополучия и счастья. С Новым годом, наши читатели! На протяжении многих лет коллектив «Любимые газеты» знакомит нас с новостями из жизни района. Всегда старается быть интересной и познавательной. Поздравляем и порадуемся за победителей розыгрыша. А редакциям газет «Хайбуллинские вестники» и «Хайбулаха Бердары» пожелаем творческих успехов в будущем году. Искандар Габасов, Зуфав Алибаев, Айнов Ахметов. Служба новостей. На этом наши выпускные новости заканчиваются. Я с вами прощаюсь. Приятного вам вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин